Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Доктор Нил Фолкнер уже 10 лет занимается историей и ценов и считает, что находится на пороге раскрытия загадки этой удивительной женщины Здесь, в восточной Англии, из земли откапывают странные красивые предметы Вся область – настоящая сокровищница драгоценностей и артефактов эпохи Железного века Этот район оставался нетронутым 2000 лет Выдаст ли он свои секреты и даст ли новые факты о жизни Баудики, о ее борьбе против римлян и о внезапном исчезновении народа и ценов? Сокровище Баудики Доктор Нил Фолкнер неустанно пытается найти недостающие фрагменты в загадке легенды об Аудике 2000 лет назад Норфолк был местом жительства и ценов По всей области в земле находят причудливые золотые артефакты Несколько находок на одном из полей, сделанные в последние 40 лет, убедили доктора Фолкнера, что он, возможно, нашел место, где можно найти не только много предметов из золота, но и новые важные факты о мятежной королеве Каждый археолог мечтает раскопать участок, который скажет нам что-нибудь о реальном историческом персонаже В нашем случае о Баудике Мы очень мало знаем о ней Есть только два исторических свидетельства римлян И нам предстоит ответить на два больших вопроса Как ей удалось поднять на борьбу с могущественной Римской империей десятки тысяч человек? Вероятно, она была очень близка к победе Что, если бы она на самом деле победила? И можно ли на самом деле считать, что римляне представляли цивилизацию, а Баудика – некое варварство? На протяжении веков ее рассматривали именно в качестве фигуры, стоящей в одном ряду с королем Артуром Полулегендарный персонаж, который оказал большое влияние на последующие поколения Римляне пытались принизить ее Они изображали ее грубой женщиной с распущенными рыжими волосами Резким голосом, необузданной и дикой Но я думаю, она была не такой И многие бы со мной согласились Она производит впечатление героини, с которой поступили нечестно И которая просто борется за справедливость Единственные письменные свидетельства Баудики дошли до нас от самих римлян Это историк Тацит, писавший через 50 лет после ее смерти И Дион Касси, писавший еще через 100 лет после этого Именно его описание Баудики сформировало и закрепило ее образ Она была высокого стана, а облик ее вселял истинный ужас Взгляд ее был полон ярости А голос груб Густая копна огненно-рыжих волос не спадала на бедра На шее покоилось огромное золотое ожерелье На ней была разноцветная туника А поверх плотная накидка, застегнутая на фибулу Это был ее неизменный наряд Баудика была кельтской правительницей Которая после смерти своего мужа Прасутага Подняла в 60-м году нашей эры Самое крупное в Британии антиримское восстание И цены, племя Баудики, жила на этих землях и возделывала их Они были ярыми язычниками и приносили жертвы богам Закапывая драгоценные предметы в землю, они тем самым превратили целую область в археологическую сокровищницу Мы проводим раскопки здесь, на уединенном участке в северо-западном Норфолке Так как это поле находится в самом центре культуры позднего Железного века Археологической культуры времен Баудики Именно здесь в земле скопилось множество металлических изделий Наш участок в самом центре скопления может дать новые сведения о мире Баудики И о том, почему она восстала против могущества Рима в 61-м году Эта церковь рядом с местом раскопок стоит на том самом месте, где было обнаружено множество золотых и серебряных ожерельей, известных как торки Церковь в Снеттершеме – это хорошо заметный ориентир Здесь было найдено огромное количество металлических изделий эпохи позднего Железного века Не только в Англии, но и во всем мире нет другого такого места Целые ямы, заполненные золотыми и серебряными торками, указывают на то, что здесь было святилище Сейчас этот удивительный предмет из клада и ценов находится в Британском музее Это большой Снеттершемский торк Его нашли в соседнем приходе В сущности, торк представляет собой крупный тяжелый металлический ошейник Тогда показывали свое высокое положение через обилие золотых украшений По сути, это эквивалент современной короне и литяаре А вот фрагменты торка, собранные несколько лет назад доктором Фолкнером Они и подтолкнули его начать раскопки Первый был обнаружен на этом поле 40 лет назад, в 1965 году Фермер пахал землю на тракторе, вдруг что-то застряло в лесах плуга Он остановился и обнаружил блестящий металлический предмет Это был неполный торк или ожерелье Затем, в мае прошлого года, металлоискатель обнаружил другой фрагмент торка На этот раз не само ожерелье, а один из ярко украшенных наконечников Может, это одна из частей того же самого торка? Если да, что это означает? 40 лет назад, на нашем участке в Нерфолке, мы нашли разбитый торк эпохи Железного века А год назад нашли еще один кусок Весьма вероятно, что они подходят друг к другу И если это так, мы могли бы значительно расширить зону раскопок для изучения Британии времен Баудики Поэтому мы приехали в Британский музей Чтобы выяснить, действительно ли они совпадают Доктор Нил Фолкнер считает, что это место когда-то могло быть частью территории, принадлежавшей мятежной королеве Баудики Когда там, с промежутком в несколько десятков лет, были найдены два фрагмента золотого ожерелья, их происхождение заинтересовало доктора Фолкнера Он приехал в Британский музей, чтобы выяснить, совпадают ли эти два фрагмента Если да, это делает его поле центром мира Баудики Мы можем рассмотреть новый наконечник И узнать, подходит ли он к старому торку Вообще-то, я раньше такого не делал, для меня это впервые Так вот, это недавняя находка Аккуратно Опять же, даже рассматривая его в руках, можно видеть, с какой точностью И с каким мастерством он был сделан Как видите, ожерелье сильно пострадало от удара, но разлом здесь очень четкий И, я надеюсь, посмотрим Вот так Вполне возможно Да, похоже на то С этого конца они точно похожи Вообще, выглядит здорово Потрясающе Но только вот Я сомневаюсь, что это след от удара трактора Разлом очень ровный по сравнению с теми, что бывает в таких случаях Да Интересно, а что, если его разрезали намеренно? То есть, еще в Железном веке? Да А для чего это стали бы делать? Не знаю Никто не знает, зачем эти два фрагмента были разделены 2000 лет назад Но для доктора Фолкнера это то самое подтверждение, которое он искал Для нас это потрясающее сведение Теперь мы знаем, что 2000 лет назад на нашем поле кто-то закопал подлинный торг эпохи позднего Железного века А это означает, что мы ведем раскопки в самом центре королевства Баудики Для нас теперь жизненно важно продолжать раскопки и искать дальше Археологи считают, что у Баудики было несколько ключевых баз Откуда она в 60-м году повела восставших против Рима Причиной этого восстания были напряженные отношения между ее народами ценами и римлянами Царь Просутак, муж Баудики, находился в подчинении у римлян и мог принять решение только с их согласия Являясь ярыми сторонниками захватчиков, царь с царицей считали себя их союзниками И наслаждались всеми благами, что могли дать римляне По поводу Баудики, не забывайте Отчасти она была предательницей, служила римлянами Она была римским гражданином Люди считают ее английской патриоткой, но это совсем не так Она не была патриотом Британии, потому что, во-первых, в то время не было самой Британии Были только различные племенные союзы А во-вторых, она активно сотрудничала с римлянами Скорее всего, у нее было римское гражданство, она говорила на двух языках Думаю, что она ела римскую еду, носила римскую одежду Баудика вела роскошную жизнь Ее соплеменники были весьма умелыми земледельцами и торговцами Кроме того, они были глубоко религиозны и считали, что вся природа вокруг них имеет магическую силу Народ Баудики жил в полной гармонии с окружающим их миром Они проводили много времени под открытым небом Я лично считаю, не было другого такого сообщества, которое бы так гармонировало с природой У них было свое миропонимание, в котором религия играла важную роль Они наблюдали за звездами, так же, как и мы, различали времена года У них был свой календарь К сожалению, они не оставили никаких письменных памятников Археологи сделали ряд весьма необычных находок В их числе странная коровья кость Обнаруженная два года назад, лишь в полмиле от раскопок доктора Фолкнера Казалось, внутри нее что-то есть Кость отправили на рентген Ее принесли в коробке, завернутую в ткань С Костью обращались как с очень ценным предметом, хотя выглядела она старой и сильно побитой Мы положили ее на усилитель изображения и тут же получили картинку Теперь было хорошо видно Внутри находилось что-то похожее на круглые кусочки металла Мы просветили еще раз, и результат был потрясающий Внутри нее оказались монеты Тогда мы не знали, что это были за монеты и откуда они Но было ясно одно, это важная находка Внутри были римские монеты, которые использовались во времена Баудикки Доктор Фолкнер хочет услышать мнение эксперта о происхождении этой потрясающей находки Вот что мы нашли прямо здесь 20 золотых монет внутри этой коровьей кости Рядом нашли еще 19, видимо они тоже находились внутри Любой археолог мечтает обнаружить подобную вещь Как видите, золото выглядит превосходно Как это можно объяснить с точки зрения археологической картины Норфолка того времени? Для нас это удивительная находка Мы знаем, что на северо-западе Норфолка Археологи находят множество предметов эпохи Железного века И самый яркий пример Торки из Снеттершема Снеттершемские находки мы, как известно, связываем с народом и ценой Такие находки не редкость в этой части мира? По-моему, выражение «нередкость» сюда не подходит Такая масса монет в кошельке из коровьей кости Исключительная редкость Перед нами действительно потрясающая находка Фактически, это единственный известный пример такого способа хранения золота В мире Баудикки Каждая частица природы имела свой смысл Считается, что особенно важным считались вода и деревья Но зачем людям понадобилось закапывать в землю различные предметы? И цены наверняка закапывали их специально Как по одному, так и по многу Мы видим, что люди отдавали другому миру предметы, которые сами подарили бы друг другу в качестве благодарности за помощь или когда просили о чем-либо То есть, глядя на эти огромные коллекции торков из Норфолка Можно представить следующее Люди обращаются к богам и говорят «Нам нужно, чтобы вы сделали кое-что важное Пожалуйста, помогите нам, а мы дадим вам несметные богатства» Либо что-то произошло, и они благодарят богов за это событие Баудикку традиционно изображает едущий на колеснице Раскопки смогли дать серьезное подтверждение этого образа Перед вами кольцо Таро Название внушительное, но по сути это просто часть упряжки Возничий стоит на колеснице Держит вожжи в руках И управляет ими с помощью этих металлических ободов Которые называются кольцами Таро Тем самым он может направлять лошадей в нужную ему сторону Такие находки очень интересны Колесница в железном веке была аналогом дорогого спортивного автомобиля Так что кольца очень важная деталь И они показывают, что на месте раскопок жил довольно влиятельный человек Сохранилось кольцо неплохо По его форме, убранству и по количеству выступов Мы определяем, что это самый конец железного века Скорее железный век, а не римская эпоха И образец интересный На нем хорошо видны следы из носа Скорее всего, вожжи потянули в другую сторону Поэтому кольцо оторвалось, упало и пролежало в земле две тысячи лет Этот фрагмент колесницы подтверждает, что на месте раскопок Жила верхушка народа и ценов А возможно и сама Будика Это подтолкнуло доктора Фолкнера и Дэвида Торпа Сконцентрировать свои усилия на активных участках И начать рыть вглубь Здесь был найден последний Торк Предлагаю начать отсюда Да, думаю здесь Здесь мы нашли золотую монету И еще вот здесь была группа монет Мы проводили полевой поиск Опрашивали местных фермеров И так нашли несколько металлических предметов Золотую монету, наконечник Торка Фрагменты Вероятно, фрагменты колесницы Поэтому мы решили детально обследовать те участки, где предметы были найдены И начать раскоп на наиболее, как мы выражаемся, активных участках Пользуясь металлоискателями, мы выделяем места, где сигнал наиболее мощный И после этого, собственно, начинаем раскопки Но это не просто поиски сокровищ Это борьба со временем В этом районе каждый ученый сталкивается с одной большой проблемой Проблемой так называемых черных археологов Орудующих в ночам Для борьбы с ними место должно охраняться круглосуточно Черные археологи тоже используют металлоискатели Любой найденный ими предмет быстро попадает на черный рынок И его уже практически не вернуть Здесь, в северо-западном Норфолке, черные копатели представляют серьезную проблему Так как здесь самые большие запасы предметов Железного века во всей Британии Проблема приобрела такие масштабы, что со всеми археологическими группами поддерживает постоянную связь полиция Самовольные раскопки – это не преступление, это гражданское правонарушение Но превращается в преступление, то есть в кражу или в попытку кражи, когда предметы выносят с поля Главная для археологов беда – то, что еще не зафиксированные находки отрывают от их археологического слоя Их уносят с того места, где они лежали И после этого нам гораздо труднее определить, почему эти предметы находились в том или ином месте Гораздо труднее составить карту участка, откуда их забрали Люди, ворующие предметы с археологических раскопок, фактически воруют наше прошлое, обкрадывают нас и наших детей Пока что мы не можем понять все в этих находках, но в будущем они наверняка скажут нам о многом Совсем недавно была обнаружена еще одна важная находка, дающая новую информацию об Удекке и ее восстании Ага, тут еще один фрагмент и явно из того же слоя Мы определяем возраст находок, исходя из керамики Керамика всех изученных участков датируется поздним железным веком Фактически это самый его конец Первый век нашей эры представляет собой пересечение конца так называемой кельтской эпохи И начало римского вторжения эпохи Римской Британии Теперь доктор Фолкнер уверен, что люди жили здесь не просто в эпоху Баудики, но и в период ее войн с Римом В 60-м году нашей эры Британия состояла из 21 племенного союза, который объединяла одна сила, друиды, жившие на острове Ангелси, яростные враги римлян Они имели тайную власть и контролировали большую часть страны Нам известно, что примерно с 5 века до нашей эры, до вторжения римлян и даже после этого друиды имели огромную религиозную власть и в Британии, и в материковой Европе Они хранили священные знания, то есть были некими хранителями памяти Они сохранили единство племени или народа, следовательно, имели огромное политическое влияние Я считаю, что как только римляне появились в Британии, друиды сразу же стали центром сопротивления Римляне считали друидов угрозой и отправили войска на уничтожение их центра на острове Ангелси Практически в тот же момент умирает Прасутак, муж Баудики Та ожидала, что римляне поставят ее в качестве главы и ценов, но у тех были другие планы Одна искра зажгла настоящий пожар Прасутак хотел перехитрить римлян, он пытался оставить своей семье половину своих владений Но римляне не стали с ним считаться, они захватили все его земли После этого с семьей Прасутага обошлись очень жестоко Его жену Баудику публично выпороли, дочерей изнасиловали, захватили всю землю И цены были глубоко оскорблены ужасным надругательством не только над королевской семьей, но и над всем народом и его верой В их культуре девственность была очень важна В этом было сочетание чистоты, некой магической религиозной чистоты, а также и скрытой сексуальной энергии девственницы Отнять девственность насильственно означало отнять эту энергию, отнять место в обществе, честь, самовольно отнять то положение, которое человек занимает в структуре мира А когда так поступают с принцессами, то наносят двойное оскорбление Вы, по сути, грубо оскорбляете богов, так как принцессы, по-видимому, несли функции жриц, служительниц культа То же самое относится и к самой Баудике Друиды не могли не использовать столь критическую ситуацию на Востоке для начала антиримского восстания Древние историки утверждают, что восстание вспыхнуло здесь Именно в тот момент, когда римский наместник атаковал остров Англси, главное пристанище друидов в Британии Как вы считаете, это просто совпадение или есть какая-то связь между событиями на Англси и началом местного восстания? То есть мы говорим о некой связи между друидами в этой части страны и друидами с Англси Они могли попросить помощи, могли сказать, вы можете как-то отвлечь римлян? Я считаю, что тут прослеживается единое руководство А если вернуться к личности Баудике, то есть основания полагать, что она сама занимала высокое положение в религиозной иерархии Она была прорицательницей Я думаю, здесь дело не только вместе Я думаю, это не просто женщина, которой нанесли личную обиду ей и ее дочерям Хотя это тоже нужно учитывать По-моему, такое оскорбление переполнило чашу терпения Не забывайте, что к тому моменту римляне уже долгое время навязывали свое влияние по всему миру И тут действительно большую роль сыграла накопившаяся злоба и гнев Который вырвался после нападения на Баудику и ее детей Заручившись поддержкой знати, которая боялась, что римляне отнимут и их земли Баудика твердо встала во главе назревающей бури Тысячи ее соплеменников подняли знамя сопротивления и были готовы отомстить ненавистным римским захватчикам Им надоело платить налоги Им надоело то, что римляне забирали их молодежь к себе в армию Им надоело то, что у них забирали землю и отдавали римским военным начальникам, чтобы те строили там города Достаточно было одной искры, чтобы недовольство вылилось в бунт Вероятно, поход Баудики начался в Тетфорде Затем она двинулась на юг, к Колчестеру Или к Камелодону Судя по всему, Клавдий считал этот город столицей Римской Британии Римляне часто назначали столицы Сам Рим, столица мира, соответственно, в Британии тоже должна быть столица Хотя, по сути, ее не было Но так римлянам было привычнее Был выбран именно Камелодон Римляне послали войска на остров Англси Чтобы уничтожить друидов А многочисленная разгневанная армия и ценов набирала силу Все было готово Баудике предстояло предпринять штурм Колчестера И поставить на карту все Нападение на римскую столицу ей не простят На этом месте, в графстве Норфул Археологи пытаются найти стоянку одной из величайших властительниц английского народа Баудике Ее народ безжалостно угнетали Самой Баудике нанесли кровную обиду, когда ее публично выпороли, а дочерей изнасиловали Все это вместе вызвало у нее неутоленную жажду мести Встав во главе мощной, стотысячной армией, Баудика выдвинулась из Степфорда и направилась к Колчестеру Марк Корби, бывший военный специалист по римским войскам, помогает доктору Фокнеру понять, как именно произошло сражение Римляне захватили эту территорию, построили город с нуля и согнали всех местных жителей с их земель В то время, после 25 лет службы в римской армии, вас награждали землей, обычно чьей-то? Это было как пенсия Поэтому все шли в армию 60% легионеров доживали до пенсии, а после этого перед ними вставал деликатный вопрос Нам что, снова становиться христианами? А теперь представьте себе, как все это сказалось на местных жителях Они только и ждали кого-то вроде Баудики Римский историк Тацит ярко описал штурм города Они были неподготовлены, их застали врасплох В тот момент, когда никто не ожидал войны Во время удара перевес был на стороне варваров Колония была опустошена огнем и мечом Храм держался, но был взят штурмом После двухдневной атаки Храм Клавдия находится под этим нормандским замком Построенным гораздо позже Собственно, здесь мы видим фундамент римского храма Который был построен до восстания Это был огромный высокий подиум в классическом, в римском стиле И на нем стоял храм Верно С огромными колоннами Он был ярко разукрашен и воздвигнут в честь императора Клавдия Да, здесь произошло финальное сражение После него Баудика и ее сподвижники нещадно разграбили Колчестер Представьте, весь город полыхает огнем В тот период он был построен из дерева Это было единственное каменное здание во всем городе И римские отставные военнослужащие, которым где-то по 45-50 лет Семьями сделали это место последней линией обороны, надеясь отбиться Они могли продержаться довольно долго и дождаться подхода римского легиона, посланного в помощь Но по летописям здание было взято штурмом, а они зверски убиты Тацит описывает это красивой фразой Кого меч не настиг, тому виселица стала уделом Не пощадили даже женщины-детей, а все здание сожгли То есть это был серьезный, жестокий удар Рим был поражен в самое сердце Под этим кафе в центре Колчестера Находятся свидетельства яростной атаки Баудики и ее мятежной армии на незащищенный город Думаю, нам придется спуститься довольно глубоко, так как за последние 2000 лет сверху было много всего построено Получился большой и культурный слой Что можно понять по этому слою грунта? Это не просто слой грунта, здесь четко прослеживаются уровни Наверху можно увидеть город конца Римской империи Но если мы будем спускаться вниз, шаг за шагом, то увидим уровень с явными следами сильного пожара Здесь кусочки древесного угля Взгляните Вот они Вон там тоже Да, именно И вот здесь пепел, целый слой серого пепла Он где-то 10 сантиметров в ширину Да, слои хорошо различимы Я практически уверен, что это слой разрушений времен Баудики Именно он И он напоминает нам о том, о чем писал в своих трудах римский историк Тацит Весь город сравняли с землей Складывается впечатление, что так оно и было Это был первый римский город, крупная столица Римляне называли его городом победы Он был символом 17-летнего владычества римлян над Британией Поэтому Баудика должна была взять его во что бы то ни стало Так если столица пала, означает ли это решающую победу? Нет, это не решающая победа Но это очень хорошее начало кампании Это покажет остальным племенам, что назревает крупное событие И у восстания есть шанс на успех Сам вид пылающего города придаст им храбрости Разрушив Колчестер до основания, Баудика начала двигаться на юг Успех придает сил, поэтому после разрушения Колчестера Армия Баудики наверняка заметно пополнилась Да, думаю, вы правы Каждая победа давала восставшим уверенность в том, что они действительно смогут разгромить римлян Что пришло время взять реванш В одном из раскопов были найдены следы пепелища Однако отсутствие бытового мусора говорит о том, что это не просто следы очага А возможно некое ритуальное место Мы начинаем считать, и все больше и больше уверены в этом, что здесь было святилище Мы полагаем, что нашли здесь очаг Это видно по трем факторам Во-первых, под ним мы нашли глину, которая подвергалась воздействию огня Она окаменела от высокой температуры Во-вторых, в самой жаровне были найдены уцелевшие кусочки обожженной керамики Ну и в-третьих, вокруг пепелища находится множество обгоревших костей Все вместе эти три фактора свидетельствуют о том, что здесь было ритуальное место В центре которого производились сожжения Мы начинаем получать подтверждение того, что данное ритуальное место относится к позднему железному веку Так как мы датируем найденную здесь керамику именно этой эпохой А точнее, периодом зависимости от Рима Более известным как период восстания Баудики После полного уничтожения Колчестера Следующей целью Баудики стал Лондон Но римляне во главе с генералом Петилием Цириалисом Считали, что смогут уничтожить восстание в зародыши Петилий Цириалис, командующий Девятым легионом Выступил для освобождения территории Воодушевленные успехом британцы Выдвинулись ему навстречу Судя по данным источников На пути из Колчестера в Лондон В каком-то месте восставшие столкнулись с Девятым легионом во главе с Петилием Цириалисом Да И британцы победили Они нанесли римлянам сокрушительное поражение Примерно половина легиона была уничтожена То есть римляне потеряли где-то 2000 солдат из 5000 войска Как же они смогли победить? Я полагаю, они устроили засаду Римляне не успели перестроить войска и воспользоваться своим преимуществом Они попались в засаду на марше и были на голову разбиты Легион был разгромлен Пехоту разбили на голову Сам Цириалис вместе с комницей обратился в бегство Следующим пунктом должен был стать Лондон По расстоянию он довольно близко от Колчестера И опять же римлянам не удалось координировать свои силы и послать туда войска Лондон был поселением другого типа Торговый центр на юго-востоке страны В то время удар по нему был бы хорошим стратегическим шагом Теперь Баудика стояла во главе сильной 200-тысячной армии Ее следующей целью было разрушение Ландиниума Финансового центра Римлян В этом месте руководили сбором податей Поэтому британцы его ненавидели Мы стоим над крупнейшим археологическим памятником Его обнаружили во время строительства вот этого здания Тогда был вскрыт слой предшествующей эпохи Баудики Мы смогли увидеть, каким был город в тот момент, когда в него вошли восставшие Судя по археологическим данным, складывается впечатление, что 2000 лет назад город был финансовым центром, как и сейчас Я думаю, этот памятник очень важен, так как второй целью Баудики был Лондон Да Она захватила официальную столицу Римской Британии, столицу национальную, религиозную Но здесь был гнойный нарыв на теле Британии Восставшие ненавидели Лондон, считали его воплощением зла Здесь проворачивались все грязные дела Это прогнившее, проклятое богами место надо было стереть с лица земли Именно поэтому Баудика пришла сюда так быстро По пути она уничтожает 9-й легион Но в тот же момент римский наместник Севтонии Павлиний мчится в город вместе с отрядом из Уэльса, чтобы оценить обстановку Прибыв сюда, он видит сборище отвратительных ростовщиков, которые молят спасти им жизнь Как военному ему было ясно, что город не удержать Его армия слишком далеко и не успеет вмешаться и спасти их А Баудика уже где-то через два дня будет здесь Поэтому Павлиний решает покинуть город Всем желающим он предлагает уйти с ним Те, кто останутся, пусть пеняют на себя Несколько дней спустя город был взят Взят восставшими с боем и практически полностью стерт с лица земли Гнев Баудики был страшен, а жажда мести еще страшнее На месте раскопок археологи исследуют образцы почвы В поисках материалов, которые бы рассказали больше об обычаях и ритуалах и ценах Я изучаю образцы бытовых отходов того периода Мы, по сути, копаемся в мусорном ведре В отбросах эпохи Железного века Крупных фрагментов у нас, конечно, нет Но с помощью сита мы находим мелкие Кости животных, куски разбитой посуды По крайней мере, мы считаем, что это посуда Также мелкие зерна И теперь мы знаем, из каких злаков они пекли свой хлеб В принципе, копаясь вот так в земле, мы в буквальном смысле соприкасаемся с прошлым На участках в больших количествах оказываются фрагменты костей ягнят Это определенно овцы У нас нет никаких сомнений Это не могла быть маленькая свинья Мы пришли к заключению, что им где-то от полугода до двух лет от роду Хорошо, мы по-прежнему находим молодых ягнят Я не видел останков особей постарше То есть здесь не было равномерной популяции Вероятнее всего, они приносили в жертву или даже ели новорожденных ягнят Во время ритуальных пиршеств Если они убивали новорожденного, скорее всего, самца, а не самку Это, с большой долей вероятности, мог быть некий весенний ритуал Который связывались со сменой времен года С началом нового сельскохозяйственного сезона Для Баудики и ее людей Религия играла первостепенную роль Поэтому после двух славных побед Они совершили два ритуальных жертвоприношения Следующей целью Баудики был город Сент-Олбанс На северо-западном направлении Ее армия пошла туда Почему, на ваш взгляд, она выбрала именно его? Я думаю, по двум причинам Во-первых, они двинулись на северо-запад Потому что оттуда, с северного Уэллса Им навстречу наверняка должна была идти римская армия Которая уже тогда двигалась с острова Англси Римляне вышли с Англси? Они вышли с Англси И Баудика решает идти им навстречу И дать решающий бой К тому же, на пути находится еще один крупный римский город Веруламиум Это современный Сент-Олбанс Если его сжечь, разграбить и вырезать все население Это поднимет боевой дух восставших Город Веруламиум, современный Сент-Олбанс Хороший пример того, когда многие местные жители охотно Перенимают римский уклад жизни Тогда Сент-Олбанс был домом для рожденной в Британии Романизированной и продажной аристократии Которая жила за счет труда Своих кельских соплеменников Поэтому город стал целью армии Баудикин Мы мало знаем об этом месте Источники немногословны Это третий город Риммен, который был разрушен и сожжен Он был незащищен Сам город не играл такую роль, как Лондон и Колчестер Но для армии Баудики он был важен с моральной точки зрения И он также был стерт с лица земли Хотя Баудика понимает, что решающий момент еще впереди Им еще предстоит разгромить основную римскую армию Которая движется с северо-запада Она должна будет встретить армию И победить ее в решающей битве Если она проиграет Римляне будут владеть Британией еще много поколений Если победит, тогда у них появится шанс Выдворить ненавистных захватчиков из страны Римляне могут задействовать лишь половину своих сил Их девятый легион разбит А второй находится слишком далеко, на западе страны И не сможет вмешаться Успех Баудики был результатом того, что никто не ожидал ее удара К тому же за ней было численное превосходство Однако даже после нескольких побед ее армия еще не встречалась с римскими легионами в поле А римская отточенная техника боя может быть не по зубам повстанческим войскам Во все времена девизом римской армии была агрессия Если ты в чем-то сомневаешься, бей Дерись Иди вперед, не думай долго, рвись в бой Ворвись в ряды врага и ударь первым А вот главное оружие для удара еще до начала атаки Пилу или дротик Оно сделано специально для метания Летит примерно 20-30 метров и сразу поражает противника насмерть Ударная сила находится в кончике вот этого маленького острия Он пригвоздит врага к земле, словно бабочку После этого — гладиус Через доли секунды после того, как вы метнули копье, в ход идет вот это оружие Короткий меч Он весит где-то 700 граммов Полметра в длину Он специально создан для ближнего боя Ударить можно куда угодно, но лучше всего прямо в грудную клетку, вот сюда Воткни на 5-7 сантиметров и парализуешь нервную систему врага Он захлебнется кровью и тут же умрет Ты так близко от него, что почувствуешь, как от него воняет кислым вином и увидишь, что он не брит Щит Этот щит выполняет две функции Первая, естественно, оборонительная Но он также может использоваться как наступательное оружие Если им наносить удары, вот так В центре у него большой медный набалдашник И если им ударить в лицо, враг зальется кровью Римский солдат — это сочетание трех факторов Поражающая способность, мобильность и защита Это самое лучшее сочетание, которое только можно представить Ламинарные доспехи, защищающие все тело Соединенные друг с другом многослойные стальные пластины С виду похожие на панцирь у рака Они очень легкие и очень прочные Они хорошо отражают удары Стрелы и копья просто сплющиваются и отлетают, не пробив доспехи Боковой удар они тоже держат Это идеальная защита Теперь Баудике предстояло столкнуться лицом к лицу с римским легионом И это было столкновение не только двух армий, но и двух цивилизаций Победитель будет вершить судьбу Британии в течение многих поколений Здесь, в Норфолке, археолог доктор Нил Фолкнер ищет сведения о Баудике, мятежной царице Он надеется, что это место прольет свет на ее судьбу Объяснит мистические верования ее народа и, возможно, раскроет загадку ее внезапного исчезновения Уничтожив три города и один римский регион, Баудика стала двигаться на северо-запад в направлении северного Уэльса Прямо навстречу римской армии, возвращавшейся с острова Англси Повстанцы не хотели долго воевать Баудика должна была дать решающий бой Ей оставалось лишь уповать на милость богов и надеяться, что у нее будет достаточно людей Это был решающий момент Потому что иначе ее войско потеряло бы силу от голода Все бы вернулись в свои деревни, а она не смогла бы вновь собрать войско для битвы Хотя достоверной информации нет, считается, что армия Баудики встретилась с десятитысячным римским войском здесь У деревни Мансеттер в Арбекшире Римляне выбрали поле для битвы, позади них был лес, а впереди узкое поле Их дисциплинированный строй сильно отличался от разнородной, шумной и неумелой армии Баудики В летописях говорится, что британцы атаковали первыми Беззащитные повстанцы сделали безумный, героический, но не скоординированный выпад Они ринулись вперед и, к сожалению, стали лишь мишенью для римлян, сражавшихся организованными группами Римляне закрылись рядами щитов и, держа мечи сзади, двигались на врага У них было огромное преимущество, когда кельты подходили, где-то на 30 метров, римлянам нужно было пробежать всего пару шагов и метнуть копья Как только восставшие подходили на расстояние броска, на них обрушивался целый дождь, примерно из двух или трех сотен копий Затем кельты столкнулись с рядами римских щитов Если ты практически голый, покрытый синей краской, с длинными волосами, тебе приходится нелегко при встрече с тяжеловесным, облаченным в доспехе римским солдатом В шлеме, со щитом и со смертоносным коротким мечом Думаю, кельты были разбиты на голову прямо у передней линии римского войска Если мы перейдем там через лес, мы яснее представим себе, как выглядело поле битвы За войском Баудики стояли тысячи соплеменников Они ожидали увидеть великую победу, а в результате заблокировали все пути отступления для повстанцев Вот здесь была настоящая бойня Представьте себе сцену, римская пехота, легионеры громят армию британцев, нещадно убивают их мечами и копьями Выжившие кельты пытаются вырваться с поля битвы, но римляне не собираются давать им сбежать Они пускают в ход конницу, которая специально обучена догонять пехотинцев, убегающих с поля боя и добивать их Римляне не пощадили никого, ни женщин, ни детей, убили абсолютно всех Это был яркий пример сокрушительного удара, который показал, что значит мощь римской армии Кроме того, римляне сами были напуганы, ведь они чуть было не потеряли эту провинцию Они показали всем, что такое больше не повторится По крайней мере, я считаю, что сам главнокомандующий генерал Павлиний так думал Уничтожив около 80 тысяч британцев в той битве, римляне начали безжалостный террор на землях и ценах Я думаю, если говорить современными словами, римляне после разгрома Баудики начали этническую чистку Они боялись потерять колонию и сделали все, чтобы восстание никогда не повторилось Поэтому они яростно уничтожали деревню за деревней Сжигали их дотла Лезня была страшная, и римские источники это признают Сама Баудика не смогла вынести такое поражение Римский историк Тацит утверждает, что после сражения она приняла яд и умерла Баудика считала борьбу с римом священным делом И это подтверждает кости, принесенные в жертву животных, которые до сих пор находят археологи Я думаю о Белтейне Белтейн – это кельтский праздник костров, 1 мая У него ирландские корни В древности друиды зажигали два костра во время праздника И прогоняли животных между ними, прежде чем вывести их на пастбище Это был ритуал очищения и плодородия перед началом лета Очень важный обряд Археологи подтверждают, что в этих двух траншеях находится пепелище Наверняка и цены использовали их для очищения животных Более того, в траншеи 3 были найдены доказательства того, что живших здесь кельтов Постигла та же участь, что и участников восстания Баудики Для меня это самое удивительное место из всего участка Здесь мы можем увидеть здание эпохи позднего Железного века Оно стояло вот здесь, и перед нами следы его обгоревших останков Можно представить, как семья с ужасом наблюдает, как их дом полыхает огнем Наступающая римская армия уничтожила весь уклад их жизни Прежде чем делать какие-либо заключения по поводу этого места, необходимо тщательно исследовать образцы Ясно одно За свое сопротивление народ и ценов заплатил ужасную цену Норфолк превратился в захолустье на тысячу лет Имея эти находки, доктор Фолкнер теперь может рассказать о том, как жил Как справлял религиозные обряды и как погиб этот народ во время правления Баудики Мы считаем, что, скорее всего, 2000 лет назад это было ритуальное место Где и цены племя Баудики совершало ритуалы, имеющие кельтские корни Еще больше мы уверены в том, что этот крупный племенной центр был уничтожен во второй половине первого века нашей эры Возможно, это сделали римляне после разгрома восстания Баудики Сразу после этой войны начался геноцид и этнические чистки с целью уничтожения кельтской культуры Война Баудики решала, кому будет принадлежать Британия Кельтам или римлянам Хорошо это или плохо, но она осталась за римлянами Субтитры создавал DimaTorzok